Приветствую вас, смотрите, с точки зрения психологии, невнимательности лень могут быть связаны, но только в рамках индивидуума, то есть только в рамках отдельной личности это может быть связано. Так, это не связано никак. Лень это означает одно, а невнимательность это означает другое. Лень это означает то, что человеку не хочется что-то делать, и лень сигнализирует о том, что человек занимается не своим делом, либо у него есть определенная подавленность, ну, своя собственная подавленность, да, т.е. человек. подавляет себя, человек подавляет свои собственные желания, и именно поэтому ему не хочется ничего делать, именно поэтому у него нет никакого желания что-либо делать. Вот. Значит, а невнимательность, да, лень может быть еще защитной реакции, лень может быть еще защитной реакции, т.е. если я что-то делаю, например, и мне кажется, что мне это, например, вредит, да, мне кажется, что, ну, мне это бесполезно, например, то, что я делаю, то точно будет лень, точно будет лень, потому что ресурсы человека ограничены, так наложено природой, и лень призвана для того, чтобы эти ресурсы экономить, чтобы человек, как бы, не растрачивал свой потенциал, да, на то, что он считает для себя неприемлемым. Ну, неприемлемым. Ну, неприемлемым, значит, как-то, там, таким страшным, там, еще каким-то, вот. То есть история тут вот такая, история тут такая. И складывается это, соответственно, наверное, ну, тоже так же, из таких вот, ну, мозаик, скажем так. Вот. Дальше идем. Что касается невнимательности, да, что касается невнимательности, то здесь, на мой взгляд, история следующая. Значит, невнимательность, это может быть как следствие того, что человеку делать ничего не хочется, да, но невнимательность может быть следствием того, что человека постоянно что-то отвлекает, вот, что если человек что-то беспокоит, человек не может сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Это может быть, вот, такая история. И, наконец, ээээээээээ... Невнимательность – это может быть следствие определенных проблем в жизни человека. То есть вот такая примерно идет история, то есть как бы линии внимательности между собой связаны достаточно по средствам. То есть бывает патологическая невнимательность, да, вот, а бывает невнимательность связанная, ну, обусловленная с чем-то. И, соответственно, если она чем-то обусловлена, да, то нужно смотреть на то, чем она обусловлена. И уже запросто, исходя из этого, что-то делать. Так что, я думаю, так вот, так вот, так можно ответить вам на вопрос. То есть лучше вам не искать связь, да, с тем, что у вас происходит между элементами того, что происходит. Лучше вам именно связь не искать никакой. А лучше вам, скажем, работать именно над причинами появления этой истории. И, соответственно, тогда уже можно будет решить, что вы с этим хотите делать. Вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку дуракамыч. Вот сейчас я посмотрю, значит, на целе я ответил. Так, значит, или может быть это одно и то же. Нет, это не одно и то же, не мягкий филлер. Это не одно и то же. Человек может быть очень деятельным, очень активным, но при этом не внимательным. А может быть, соответственно, очень не внимательным, но при этом лениться. То есть это никак не может быть одно и то же, никак, абсолютно, вот, поэтому, поэтому, на этот, на этот вопрос однозначный ответ нет. Вот, другое дело, значит, что я еще раз, э-э, повторю вам, то, что, то, что, э-э, по факту, по факту, да, ага, вам не холодно, не горячо будет от того, что вы получите эту информацию, вот, потому что работать нужно с причинами, вот, а не симптомами, вот. А пока что, на данный момент вы работаете, мне кажется, именно, именно больше с симптомами, а не с причинами, вот, что и обуславливает, возможно, наличие у вас проблем. Вот, ну, можно еще порекомендовать вам, а, посмотреть про прокрастинацию, вот, прокрастинация, это может быть ваша история, вот, прокрастинация, это такое специфическое состояние человека, вот, вот, но здесь самое главное не скатиться в навешивание каких-то ярлыков, да, вот, и, собственно, продолжать, несмотря ни на что, да, корректировать себя, работать над собой и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я вам желаю всего самого доброго и удачи.